День 28 День 29 Наш город прославился Так, на работу как на праздник Готовы, готовы мы, ребят, к тотальной чистке Сейчас, раз варгов нет, значит Надо сейчас... А, точно, у нас же Собеседование по поводу Ёлки-палки, мы же там разогнали темнокожих Да, но мы вроде как проплатили Все, поэтому, надеюсь, судья нам сейчас Скажем так, немножечко подскажет Мистер Бойт, как вы относитесь к движению За права темнокожих? Поддерживаю, я поддерживаю, боже Да пусть, конечно, конечно Движение за права темнокожих Боже, всегда был за них, ребят, вы чё? Все люди рождены равными И темнокожие не исключение Да-да-да, так и есть Почему вы послали своих офицеров На мирный митинг темнокожих? Хммм Поступила Поступила жалоба на шум Было очень много жалоб на шум Да, они орали все И там что-то в бубны били По деревьям лазили Что-то типа такого Как бы только из-за этого Только из-за этого Если бы они не орали Тихо бы ходили, мирно Шепотом говорили Типа так вот Мы за митинг Траля-ля Чернокожие Ребята Вот тогда бы я их не тронул Как вы считаете Участники мирного митинга Представляли угрозы для окружающих? Хмм Сложно сказать Они могли, скажем так Выйти из-под контроля Могли достать, не знаю Бубны Начать бить людей Палками Кидаться бананами Поэтому Сложно сказать на самом деле В такой большой толпе Достаточно одной паршивой овсы Чтобы все пошло наперекосяк Боже, как же красиво мы лепим Ребят, я прям сам охереваю В последнее время Фриборг стрясает масштабные протесты Сначала феминистки Провели марш в парке Теперь темнокожие Собрались возле мэрии Как вы думаете С чем связан такой подъем Гражданской активности в городе? Провокационная журналистика Мне нечего сказать Смена поколений Да, то есть Раньше старички Собственно говоря Им было всем похер А сейчас вот это Новое поколение Экстремистское Хочет везде доказать свои права Поэтому Здесь появилась молодежь Которая не желает ждать Когда консервативный Фриборг Станет современным городом Они хотят, чтобы это случилось Прямо сейчас Согласен Мистер Бойт У вас есть друзья старички? Конечно, конечно Ё-моё Вообще У меня полно друзей Да у меня много темнохожих друзей Один из них работает федеральным агентом Ёлки-палки Вообще Агент 007 Мистер Бойт Вы давали приказ Подавить протест силой? Хаааа Обвинить Сашу Стронга Обвинить Мэрию Обвинить Да Обвинить Сашу Стронга В шкафчике Которая принадлежит Одному из наших офицеров Вы обнаружили Книги издательства Уайт Камелия И дневник Которым сотрудник Фантазировал о возвращении Сегрегации И медленном уничтожении Негроидной расы Именно этот офицер Подстрекал людей К расправе над темнокожими Так и есть Ребят Я вообще ни при чем Вообще О чем речь? О! День прошел Ребят просто на смарку Вот изо всех Хотя всяких разбирателей День просрали просто в никуда Пьяный студент Получил травмы После падения С пятого этажа Всего лишь травмы? То есть Он как бы выжил? С пятого этажа? Нихрена себе Бессмертный Это что там за пончик Такой выпал? Килограмм под 150? Он наверное Амортизировал своим жиром От этого От асфальта И поэтому не умер Авария на водохранилище Вода может закончиться Через два дня Опасно Вот это вот опасно На водохранилище Аварии Это надо ребят Сейчас это вот Конечно устранять Это А Это осенью Во Фрибурге Ожидается крупнейший Ливни в истории Ну это на самом деле Не проблема Слушайте А так это Взаимозаменяемые вещи У нас кончается вода Будем пополнять ее Дождевой водой В принципе я не против Так ладно Просрали день В никуда просто На этих гребанных допросах Подставили Какого-то непонятного человека Но мы вроде как Проплатили бабки Поэтому С нас взятки гладки Ооо Новые лычки Слушайте А можно дать лычку Еще одну этому Флоридору Чтобы он вообще был батей То есть вот просто топовый Нет нельзя Бляха-муха То есть он уже на пике То есть он тупо-тупо на пике Да то есть вот Три пики И он на пике Ладно да ребят Дадим ему сейчас дурачку Дурачок ребят в принципе заслужил Он реально Парень очень хороший Очень прошаренный Тащит его не усики А проход в трусики Много дел завершили нам Поэтому Дадим ему лычку Так Какая-то гора бумаг Непонятно ребят Есть какая-то оранжевая бумажечка Которая выпирает прям вот Как вы думаете Когда шеф полиции в полной мере Ищет свою власть Когда сажает кого-нибудь в тюрьму Когда раздает приказы Когда пьет кофе по утрам Или когда Это никакая не власть Это чиновичья волокита Часто, впрочем, приятная Но по-настоящему Обычно Ты ощущаешь лишь Тот, кому пишут доносы Да, чего там хорошего Доносы не обращены к закону Доносы не апеллируют Никаким инстанциям Доносы не вызывают справедливости Доносы не сковывают вас Никакими официальными обязательствами Так а чего там хорошего Когда тебе доносы пишут Доносы это личные малибы Плач обиженных Вой завистливых Стон неудачливых Крик озлобленных А, ну если в таком ключе Но доносчики не надеются На то, что вы разделите их обиду Зависть или злобу Доносчики лишь верят Что вы любите власть Достаточно сильно Чтобы решать судьбу людей Просто поверив кому-то на слово Но есть такое На самом деле Когда чувствуешь себя Выше других Хочешь помочь им Типа из принципа Потому что он слабее тебя Бизнесмены доносят на гангстеров Гангстеры доносят на общественных деятелей Общественные деятели доносят на политиков И политики доносят на бизнесменов Круговорот доносчиков Господи, одни крысы У меня нет столько мышеловок Настолько крыс У доносов нет никаких правил Кроме одного Не целит слишком высоко Переоцениваешь свои силы И твое нытье Может стоить тебе жизни Ох, как красиво-то Сказал Етить его Так что Выбери жертву Вопроще Сгусти краски И постарайся сделать так Чтобы твоя мольба Звучала как можно Жалобнее Прям вот так вот Пожалуйста, помогите Мне отобрали семечки Тут чей-то донос Донос, который я получил сегодня Напомнил Что угодно Но только не мольбу Убив Викуса Варгу И изгнав из города его сторонников Сэнды укрепили свою власть И без того практически беспрекословную Даже месяц назад Донос на кого-то из Сэндов Был бы Равносилен признанию В собственной сумасшествии Сегодня же это Сродни самоубийству Письмо, которое я держу в руках Напрямую связывает Генри Сэнды Лейтенанта Майфи Сэндов С гибелью успешного банкира Джона Патси Так У Генри есть дочь Мэри Энн Балерина С нее-то все и началось Однажды Мэри Энн танцевала Главную партию В постановке Жизель И Генри, как гордый отец Позвал на премьеру Всю верхушку Сэндов И некоторых деловых партнеров Семьи Так, и что же там произошло Среди гостей был Молодой банкир Джон Патси Он запал на Мэри Энн Но девушка его отшила Ну и все, как бы Надо было на это разворачиваться Как бы В ответ Патси подстрек ее Как-то вечером После репетиции Затащил свой лимузин И износил Ой, господи Банкир дебил Просто-просто Умственно стал идиот Потом Джон подвез девушку домой Какой джентльмен И пригрозил, что Если она расскажет Остучившись у себя хоть слово То то же самое ждет и ее мать Ни хрена себе Отсутки удалось Вытрясти из Мэри Энн Правду И он решил отомстить Ну как бы все, ребят Как говорил мой дед Который сидел в окопе в 45-м Немчура текай Туби пизда Просто вот, ребят Знаете, вот Ну просто как это еще Не знаю Объяснить То есть Чувак изнасиловал дочку Самого Привилегированного человека В этом городе То есть Это вообще жесть Именно благодаря Генри Все операции Сэндов Проходят гладко У Генри свободный доступ К независимым машинам Но убийственный мотив Конечно же Ну это наркоман какой-то Этот банкир просто Как бы сейчас вот Как бы изнасиловать дочку Главного мафиози в городе Это Да, он смог легко обставить Робиспьер Робиспьер А значит Дело стоящее Так а че в нем стоящего-то На хера ты наехал На Сэндов Что-то я не понимаю Робиспьер Ты че Гребанный борец За права людей Там он все правильно Мужик сделал Ни хера себе Изнасиловал дочку Самого Высокопоставленного человека В нашем городе Главного мафиози Конечно его угандошили Я бы его еще раз Само угандошил Закопал самолично Ни хера себе Психопат нашелся Вот дебилы Эти банкиры Эти просто Поднациканчивают Гуманитарные вузы Поднациканчивают Открывают банки А потом башку не думают Так Что это такое Григорий Ползин Оказался членом банды Под названием Колеса империи Он может помочь Уничтожить банду Если вы сделаете его Своим информатором Ммм Колеса империи Это которая Заехала в этот В собор И расхерачивал там Батюшку Наверное согласимся Почему нет Кстати у нас там Куча дел висит Ёп твою мать Ничего себе Какие убийцы Антон Третьяков Это че какая-то Русская банда что ли Русские байкеры Семен Городничев Ёп твою Нихрена себе Ребята Колеса империи Это типа это Семейство Романовых Это наши сами ребята То есть из СССР Ёп твою Ну ладно ладно Будем разбираться Так Побег с места аварии Парк Дезайр Успешно молодого банкира Джона Патци Насмерть сбила Неизвестный И скрылся С места происшествия Да я не хочу Расследовать Банкира Джона Патци Ладно отправим Просто вот этого Хотя не будем Наверное Отправить Холла Просто зачем Это нужно Зачем Хотя ладно Отправим вот этого Пухлячка Пусть короче Там что-то расследуют Потихонечку Что он там может Так Здесь у нас что Теперь вы можете Улучшить спецназа Отлично Отлично Так Нужно Ребята Прокачать спецназ Нет Два раза в день Мне в принципе хватает Надо Прокачать эффективность Потому что эффективность Очень вещь хорошая А теперь вы зарабатываете На 10% больше 1400 в неделю Ёп твою мать Разбогатею Куплю себе холодильник Теперь вы можете Занять одного Дополнительного детектива Хорошо Найму одного Дополнительного детектива Себе Биржа труда А здесь какие-то Одни просто бомжи Какой-то Я не знаю Что это такое Фрэнк Дребин Это тот самый Фрэнк Дребин Из голого пистолета Девять и три четверти Что ли Ё-моё Знаменитый Детектив Дребин Я бы конечно взял его Но он слишком стар И у него очень маленький Профессионализм Вообще какие-то ребята не очень Тут конечно офицеры есть неплохие На самом деле Вот Джонатан Хонт Альберт Даниэль Вот их Кого-то бы я наверное Сейчас к себе взял Кстати что у нас там по работам У нас вот в этой смене Очень мало людей Получается всего 6 полицейских Наверное есть смысл Сюда кого-то взять ребят Вот этот парень мне очень нравится У него очень прикольное оружие И такие прикольные губки Так Смена получается Эй Да Отлично А что у нас вообще в другой смене Я просто пока что не видел Персонал У нас в смене А Семь человек Получается И 4 детектива А в этой смене у нас А теперь тоже А у нас теперь тут 8 человек Получается А это следующая смена Все понял Здесь 8 И 4 детектива Понял Значит тогда еще одного человека Сюда берем Еще одного человека Набираем сюда же, в смену A Все, зашибись По поводу детективов Ну давайте возьмем, наверное, от этого Райана Кейси Потому что он просто молодой Во всех остальных случаях просто не брал бы Тоже в смену A Так, все, остальные пока что отдыхаем Я понял, все, все, уже порешал Уже порешал все вопросы, до свидания Мафия, что у нас здесь? Мы получили себе поделиться с подопечными Конечно, поделиться Кстати, уже куча дней прошло Нам нужно бабки собирать Нам же нужно собрать, было 500 тысяч Саша Стронг находится под следствием И не может предложить работать в департаменте Что? Какого черта? Санек, ты че? Это под каким он следствием? Это, ты был на митинге, что ли? А, Саша Стронг А, все, да, 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 да Это он Это 100% он Я так и знал Козел Это он подстрекал нас Ребят, я вообще не... Да, 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 да С митингом это все к нему Я все вспомнил Так, банк Фриборга Что у нас здесь? В здании банка ворвались Строй вооруженных грабителей В масках и потребовали открыть сейф Так, ну это сразу, ребят Это сразу Флоридор Сразу Дурак Сразу Сонг И сразу Сват То есть сразу спецназ упаковали Потому что Есть огнестрелы Есть в масках придурки Значит уехали просто Боже, я вообще с ней завидую Сейчас там просто Сначала с ноги выбьет дверь Флоридор Причем дверь этого Сейфа То есть от банковского Вот эта вот огромная двухтонная дверь Он просто с ноги вынесет С локтя просто Вот с локтя выбьет эту дверь И дальше просто заедет спецназ Там просто будет мрак А ты садамия сейчас Вот смотрите Раз, два, три Просто четыре трупа Забирайте Ну? Все? Нет? Банк расположен в центре города Вокруг много машин И мирных людей Угу Попытаться подкраситься К окну банка И заглянуть внутрь Занять удобную Позицию центрального выхода Заблокировать выход Из банка Служебной машиной А давайте заблокируем Дверь банка Служебной машиной Женские крики Раздаются из банка Так Бляха-муха Объявить преступников Что они окружены Просто не почувствовали Божечки ты мой Ну да, ребята Это просто Флоридор Они просто подъехали Тачкой от спецназа Закрыли Получается главный вход Типа, чтобы точно не вышли Потом крикнули По кромках говорительного Что типа все Как говорится Хана вам И потом с черного входа зашел Флоридор просто своей бородой рыжий и всех раскидал Ну это просто, не знаю, по дефолту, это уже не чувствуем просто, не чувствуем Так, что у нас здесь? Вооруженное ограбление, да что ж такое, опять вооруженка Поступил с канал тревоги из ювелирного магазина Туда ворвались шестеро вооруженных мужчин в масках и потребовали сложить наличности Что за херня творится, ребят? Только что был банк, теперь у нас вот тут из херня творится Походу это проделки этого гребаного, какого, Робеспьера Блин, опасно получается Там получается опять сейчас вооруженка, опять шесть человек Я не знаю, вот у меня есть, конечно, три человека, плюс автозак Выслали Если что, забейте, ребят, подмогу Потому что шесть стволов, это, ребят, это серьезная тема, на самом деле Так, что у нас там по расследованию, на самом деле, вот в чем Здесь уже девять кадров у нас у кражи, ну-ка, детали Надо, наверное, все-таки этой херней, ребят, заняться Потому что здесь уже просто куча кадров И, скорее всего, здесь что-то можно собрать, насколько я помню Так, ё-моё Так, что у нас здесь было? Я ушел на обед в 13.00, буквально пару минут спустя Вырубился свет, я захлопнул за собой дверь И на выходе врезалась в тележку уборщика, которая стояла в коридоре Так, вот она закрыла дверь, потом она врезалась в тележку, которая стояла в коридоре Где тележка? Почему нету тележки? Что за херня, ребят? Блин, вот сложная, сложная, на самом деле, тема С этим, с этой кражей Ах, ё-моё Тут надо что-то сотворить, ребят, прям такое жёсткое, прям на самом деле Потому что Надо всё это, походу, перечитывать Я уже слегка подзабыл Давайте посмотрим, что там ещё было Я думаю, это дело рук студента Аарова Джонса Я не раз наблюдал, как он приходил на практику какой-то заторможенный С красными глазами Это я помню Когда свет вырубился, я был в туалете Единственное, что я видел, пока сидел на унитазе, в туалет зашёл уборщик Бляха-муха, вот хер его знает Так, ну давайте сейчас посмотрим Мистер Бонн, да, у меня есть ключи Значит, кто-то вырубил свет Значит, вот сюда идёт у нас, ребят, выключитель по-любому Потому что кто-то свет вырубил Что у нас было дальше? Дальше у нас было, ребят, что-то непонятное То есть, хер его знает, что у нас У нас здесь какого-то кадра, походу, не хватает Мне почему-то кажется А может быть, я ошибаюсь Дальше у нас был взлом двери Сто процентов Это я, по-моему, поставил ещё в прошлый раз То есть, кто-то открывал дверцу Это прям сто процентов Дальше, собственно, сама кража произошла Дальше у нас дед сумочкой ушёл И вот тут у нас осталась какая-то полочка Вот тут чё-то, чё-то, ребят, не хватает Вот тут чё-то не хватает Вот только чего, пока что не ясно Конечно, можно подобрать методом тыка Так, но взлома двери там не было Потому что её открывали и так Студенты не крали Там, скорее всего, украл какой-то дед Какого-то кадра здесь, бляха-муха, не хватает Это прям вот, ну вот, не знаю Наверное, будем ждать ещё какой-то кадр Может, она сможет нормально отработать А здесь у нас что? Кстати, у нас, может, нет детективов? Подождите, детективы А, у нас есть свободный Армстронг Армстронг, Уильямс, Кейси И, ну, наверное, пока что так и хватит Быстро помогли женщине закончить дело Всё, тогда ждём, ребят Отправил людей, получается, сейчас Я ж про это и забыл Она просто в одну рыло там тачит Скорее всего, какие-то фотки она упустила Потому что там не хватает какого-то момента Я прям вот это чувствую Так, драматический театр Во время восстановки моя сладкая жилета Зомби в актёров прилетел Куриные яйца Прошли кем-то из зала с криками Позор, некрофилия Хватит издеваться над классикой Как сообщил пожилой сторож театра Яйцами процесса Хорошо Дурак и сонг Уехали Яйцами там кидаются Всем охерели Так, что у нас здесь за дельца? Какое-то серьёзное, ребят, дело Дом профсоюзов Опа Блин Ситуация оказалась куда-то серьёзной, чем мы думали Запрашиваем подкрепление Флоридор Поехал Так, ладно, хрен с этим делом Задницу его Получается, сейчас мы тут горим Что он здесь? Из профсоюза Позвонили до смерти перепуганная девушка К ним в заднем вломился пьяный работник завода Ой, да и хер бы с ним Просто парень перепил Тут он огнестрелый, что человек друг друга убивает Поэтому, простите Что у нас там по нападению? Ой, ну и ладно Скрылся, скрылся Нет, нет, трупов всё хорошо Господи Просто пьяный молодой человек зашёл немножко покричать Такое бывает Здесь у нас что? А, здесь началась только тема Вот Ну, пока что нет смысла даже читать Потому что только начались разборки То есть, вот тут только попёрло, ребят Как видите Первые кадры пошли Так, да у меня нет людей Подождите, что вы это? Ё-моё Слишком, слишком много дел Так, нападение, отсчёт Он всех просто приняли Ну, конечно Яйцами не решили покидаться Ага Яичками Они вообще их смогли пронести Причём несколько человек Нехорошие ребята Какая вам хер разница То есть, если они как бы переделали постановку То есть, сделали из неё ремейк Опа Ну, почему? Почему вечно Когда мне звонит мэрия Срочно просит Представить Почему вот всегда Когда мне звонит мэрия У меня все на вызове Причём вот Ну, вот постоянно И тут нельзя, типа, отложить Это Ну, не знаю Это просто бесит На самом деле То есть, вот всегда Не знаю, уже, наверное Пятый раз к ряду Как только звонит мэрия Так у меня нет людей Они просто все на заданиях Это очень сильно бесит Что у нас здесь? Здесь просто приняли всех Молодцы Ну, хотя, в принципе Что мы тут могли думать, ребят Приехал в Флоридор Как-то сказать На подкрепление Всех уработал Поэтому Так 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Я ждал Флоридора Потому что это лесопилка На лесопилке у нас, ребята Обычно какая-то мокруха творится Поступил звонок от девушки Которая вместе с друзьями Отправилась делать барбекю На природе у лесопилки Когда мясо было уже почти готово Откуда-то появились яйные студенты И заявили, что это их место Развязалась драка Так Ну, здесь вот просто Одного Флоридора хватит И автозак Флоридор плюс автозак Просто сейчас всех студентов Работаем в мешочек И в отделение Немножечко отдохнут Будут вместо барбекю Жрать парашу В углу нашего отделения Так Драматический театр Опять Что у нас здесь? Трое вооруженных Да что такое? У нас, ребят Что-то с театрами Творится прямо с банками Трое вооруженных грабителей Умудрились обобрать Театральные зрители так Что те осознали Свою серьезность А, ну ясно, ясно Короче, у всех украли шмотки Когда они смотрели спектакль Спецназ И три человека уехали Если что На подкрепе Требор И плюс Адамс На всякий случай Что у нас здесь? Участок А, биржа труда Биржа труда Ну нет, здесь пока что Ни хера больше не нужно, ребят То есть мне пока что Всего хватает Сейчас скорее всего Опять за неуполнение Зданий мэрии Мне снимут слоты Офицеров Бла-бла-бла Ну пошли им в жопу на самом деле Что у нас там по драке? Пффф Просто, просто Заехал в Флоридорейт Кто? Кто? Чье место? Это вообще мое место Одному сначала в кадык Другому оторвал коленку Третьему оторвал ухо Просто всех покидал в автозак И увез всех домой Ох, хороший парень Это просто лучший сотрудник года Он мне очень нравится Так, что у нас здесь? Очевидцы сообщают Что какой-то мужчина Подъехал на заправку Вышел из машины Расстрелял парня с прилавком из автомата А теперь он стоит и спокойненько заливает бензин в свою коламагу Псих, ёп твою налево Ждём ещё людей Отыскать нужный автобус поздним вечером оказалось несложно Преступник бросил его лесопилки в километре от дешёвого загородочного мотеля Так, направиться к мотелю, отправиться в лес, обыскать автобус Ну это хрен его знает, вооружённое ограбление Давайте отправимся А вот хрен его знает Но они же не могли пойти спать в мотель Они могли убежать в лес Наверное, побежим в лес Позвонил администратор мотеля Трое мужчин пригрозили ему оружием Кто-то сказал, что свободных номеров больше нет Пришлось заселить их в чешую комнату Пока не вернулись постояльцы Так, стоп Прикинуть с настоящими постояльцами Ходите, это наш номер Приказать всем гражданам, чтобы не... Так, ладно, постучимся, типа это наш номер Ха-ха-ха-ха, не открыли Лол Божечки ты мой Это какие-то идиоты, а не грабители То есть к ним пришли, типа, постучали Типа, это наш номер Особедите, пожалуйста, нам номер Они открывают такие, типа, знаете, борзые С пистолетом, типа Сейчас мы разберёмся И им прям вот сразу в носишку Вот с калаша Наш дурачок Плюс Сонг, плюс Робинс И плюс ещё спецназ Типа, здравствуйте Это всё-таки наш номер Мы здесь главные Поэтому как-то вот так вот Так, заправка Убийство, мне нужны люди Как минимум Флоридор Потому что там что-то страшное творится Там мужик просто расхерачил людей С этого Флоридор, плюс Трибор, плюс Адамс Уехали сразу Будем разбираться Там что-то, ребят, страшное То есть Чувак просто подошёл И расхерачил с калаша Парня И теперь ещё заправляется Ну это просто жесть какая-то Новых кадров по детективу У нас здесь нету Это у нас что? Ограбление Открыть А, это уже другое ограбление Божечки Одно за другим Здесь, кстати, много фотографий Она тоже будет разбираться Ё-моё Так, а здесь у нас что? Побег О, пошли-пошли кадры Ё-моё Там что-то, ребят, жёсткое было Там прям кого-то переехало Камазом, походу Охренеть Ладно Ладно Но он был плохим банкиром Мне он не понравился с самого начала Но будем разбираться Мне бы кадры вот по краже Из больнички И, наверное, закрыть бы это дело А потом нужно обниматься другими Потому что там просто уже куча Висит всяких этих расследований Просто три расследования висит Причём два очень давнишних Которые никак не могу закрыть Кстати, может нам сюда людей подкинуть? Тихо, стоп Нет, этот пухляш Пусть там пока что один разбирается Есть? Да, есть Кузьма Кузьма, работай Просто Кузьма, тащи Ну и что у нас здесь? Всё? Божечки ты мой Просто забрали пацана И изъяли у него оружие Ну и отличненько, на самом деле Попросить мафию продать оружие Нормально, нормально Ребята, сработали просто на пять баллов Приехали парня, уработали На самом деле такая стрёмная стоянка Получается заправка Это, блин, то есть На какой-то окраине Там даже нет ни хера ничего вообще Никих домов И в ней работать по ночам Это просто жесть Вот какой-то псих подъехал И тебя с калаша расхерачил Типа это ненормально, на самом деле Так, день, в принципе, завершили Так-с Опа А к нам кто-то приехал Вот это вот реально опасно, ребят Здравствуйте А, это мы к кому-то приехали Ага И к кому же мы приехали? Возникает сейчас Какой-то бабуля А-а-а К своей жене, что ли? Джек, ты с тобой возвращаешься так поздно А, это нас бабуля ждёт Ну, весь отличный, Джек Лара готова Готова? Она возвращается? Когда? Не спеши, Джек Лара готова поговорить Но если она готова поговорить Значит, она готова вернуться Тебе лишь нужно подобрать нужные слова Ты можешь подобрать нужные слова, Джек Ну, наверное, могу Слушайте, я не идиот Я не об этом тебя спросила, Джек Я посреди ночи поехал на старую ферму И 40 минут просидела на скрипучем крыльце Не для того, чтобы ты огрызался Какая серьёзная бабуля Я приехала, чтобы ты лично пообещал мне, что сможешь подобрать нужные слова Так что давай ещё раз Ты сможешь подобрать нужные слова, Джек? Конечно смогу, как два пальца басфальт Я смогу подобрать нужные слова Отлично, завтра ночью в 3 часа в ресторане «Октопус» Знаешь такой? Да, но он по ночам закрыт Я договорилась, чтобы он разок поработал крылосуточно Не опаздывай Но и слишком не... Рано не приезжай Господи, это бабуля на самом деле Она, по-моему, детектив лучше, чем мы У тебя есть чай? Нет, нет чая Доброй ночи, Джек Нормально Главное, что мы соблюли нормы этикета Ну, как говорится, мы предложили, нам отказали Но мы пытались Так, день номер 30 Август, вторник В первом полугодии в Фрибурге умерло больше людей, чем родилось Ну, бывает, я не виноват То, что настолько мокрухи Дебби Скеффи оштрафована за нарушение санитарных норм Вот падла Рыжий кот спас девушку от насильника Етить колотить Это который из Шрека, что ли? Этот кот в сапогах? С шпажкой? Так, ладно, поехали на работу Надо закрывать все грёбаные расследования Теперь меня мучают На самом деле эти расследования тупорылые Которые висят уже сто лет Ночью сгорел дом А мой пожилой отец был внутри Нужно как-то прийти в себя Ясно, ясно Всё, короче, да Да, можешь найти не работать Дружище, Кузьма Извини Я его ещё на работу вчера достал Гриффит Сын попал в автокатастрофу? Да ёп твою мать Хорошо Да, да, можешь выходной Чё за жесть? У тебя-то что, Флоренс? Сегодня суд примет решение По поводу опеки над моими детьми Нет, дружище Прости, тебе нельзя Как бы суд и без тебя Всё это постановит У нас просто нет людей Как бы сейчас и так Гриффит ушла Кузьма ушёл кем вообще работать Ты слышишь, братан На тебе как бы весь этот Всё отделение держится Вот эта вот Вся эта бригада Би Поэтому Не-не-не, дружище Как бы суд и так Без тебя всё это постановит Как бы Да-да, нет-нет Ты там в принципе Чё не решаешь Как бы Поэтому давай-ка на работу Итак, два человека Уже ушло в смену Осталось только нормально Чубака и Янти Вот и ты И всё в принципе на этом Дело Так, расследование Что у нас там По Ограблению Тупорылые ограбления Детали Так, я вроде Типа, ребят Его даже не читал Надо здесь, короче Сейчас будет немножко Почитать Давайте начнём с Чтива Накануне В вечере Я последний раз Уходил из аптеки Всё проверил Закрыл за собой дверь И поехал домой Так, аптека Закрыл за собой дверь Нет, здесь сразу Мокруха, ребят Начинается на фотографиях Хорошо Это было в девять С мелочью Так как ровно В половину десятого Я уже был на остановке Это точно помню Утром я пришёл на работу Первым увидел Разбитое окно И вызвал полицию Так, разбитое окно Значит Кто-то разбил окно Здесь два человечка Видите, у нас один И второй Какой-то непонятный Не знаю Тесак Который там бухал И какой-то Хороший молодой человек Так Не знаю Вот так может быть А потом Здесь какие-то разные люди Что за жесть Давайте прочтём Что нам говорит Смит Робби Бездомный Да, я всю ночь Проторщал бы с аптеки Но мало что помню Один мужик Со словами Выпей сегодня За моё здоровье Бросил мне в шапку Щедрые 50 баксов Я немного отпраздновал После этого Я сразу побежал В магазин А дальше едва что помню Проснулся утром И здесь окупы бродят Лицо Лицо дарителя Не запомнил Меня больше Полтинник интересовал Помню только что У него под курткой Что-то светлое торчало Типа как Халат доктора Ага Халат доктора Говоришь, да? Но вот правда Какой-то картинки С разбиением Собственно Витрины От доктора У нас нету Вот в чём проблема Блин Давайте прочтём Что нам говорит Кэрри Джефф Джеймс приехал домой На 2 часа Позже обычного Но в этом Нет ничего удивительного Страховая Отказалась оплачивать Необходимое ему лечение И денег у нас нет Так что он всё время Старается найти Какие-нибудь Подработки Но ничего мне об этом Не рассказывает Он готов браться Даже за самую трудную И опасную работу Вчера, например Когда он переодевался Из одежды Высыпались какие-то Камешки и осколки Даже боюсь представить Что за адская работа Осталось ему в этот раз Ну да, да, да Например Ограбление банка Неплохая такая Подработка На самом деле Получается Так Давайте разбираться Пока что Мне кажется Что всё-таки Это сделал доктор Какой-то Который проплатил Бездомному Потому что Ну бездомный бы не полез В аптеку Не самое Скажем так Прибыльное место Плюс он был просто бездомным То есть не наркоманом Поэтому Как бы говорится Поставим сюда пока что доктора Что было дальше Дальше было не ясно Что дальше Что у нас вот этот парень пришёл А кто это у нас такой вообще Пока что не ясно Так Это у нас кто такой Закрывает дверь С какой-то мусоркой Так Славко Мейзер Эти чёртовы бомжи Которые постоянно Ошиваются возле моей аптеки Совсем охерели Это явно кто-то из них Хорошо Так Фелиция Дип Опытный фармацепт Украденное лекарство Депразолокапс Очень дорогое Но кайфа от него не получить Так что я сомневаюсь Что на чёрном рынке Им заинтересуются Не думаю Что его украли для перепродажи Так Значит это ребят Точно доктор Это точно доктор Он украл Потому что оно было Ему очень даже нужно А вот что было дальше Пока что не ясно Так Вот тут какой-то доктор А стоп Это же он и есть Секундочку Всё правильно Доктор украл Вышел Закрыл хату Вот его халат Проплатил собственно говоря Алкашу немножечко бабла Что у нас было дальше Дальше у нас было что Дальше алкаш Нет Это совсем глупо Нет не алкаш Вот этот доктор Выбил стекло Опа Сработало Отлично Так Джеймс даф аптекарь С редким заболеванием кожи Он учился на кражу Неопходимых ему лекарств Потому что Его страховая компания Отказалась оплачивать ему Университетские счета Да Да Вот теперь ребят Сошлось Отлично Есть Одно дельце закрыли Так Два места Два места Два места Два места Жена отправила Джеймса За продуктами Ага А здесь у нас что Джеймс записан на прием к врачу Да наверное поедем за продуктами Почему и нет Значит Флоренс и Янси Поехали Сюда Да А сюда у нас поехала Чубака и Осана Типа проверим Сразу оба места Почему бы и нет Так тут у нас что-то Ребят висит Какой-то делится Парк Дизайр Пенсионер Манес Варпешт Сообщил о драке Возникшей между отцом Маленькими девочками И собачонками Чей Ротвиллер Напугал ребенка Ёб твою мать Так Остин и Вермалион Уехали Спецы по собакам Если что Бейте ее транквилизатором Собаке это опасно Особенно Ротвиллер Может отгрызть нахер всю ногу Как бы говорится Без вопросов просто Так Что у нас здесь У нас здесь в принципе Никого не осталось Кроме силка Поэтому немножко подождем Отчет по драке Ну-ка Это просто жесть Отец дерется с собакой Девочке Которая его напугала Это просто мрак Сейчас бы гулять с Ротвиллером По парку городскому Наверное еще и без намордника Так По ограблению Что у нас здесь получилось Поймали преступника Отлично Просто поймали преступника Молодцы Чубака и Асаны Они поймали его На приеме у врача Да Все зашибись Дело закрыто Плюс соточка Нормально Бизлик просто тащит Ребят Уже 820 Скоро догонит Палпатина Скоро догонит знаменитого Детектива Палпатина У которого было по-моему 1200 Поэтому Вы поймали всех подозреваемых Отлично Еще одно дело закрыто На самом деле Вот здесь Это дельце Меня очень напрягает Очень напрягает Потому что здесь Ну чего-то не хватает Чего-то Вот что здесь Может быть Я пока что не знаю Мне кажется Мы так уж все правильно Разложили Здесь вот Какой-то херни Вот Ладно Будем ждать Там работают Три детектива Надеюсь Они как бы Дело это закроют Может быть Можно еще сюда Парни подкинуть Все Просто Все Бизлик Сюда Все на это дело Чтобы срочно Добыли мне нужный кадр Там чего-то Ребята Не хватает У вас Вот мало времени Но вы доработаете Так Что у нас здесь Нестанкционированный митинг Опять Перед зданием мэрии Собирается стихийная демонстрация Где человек 20 Претестует против повышения Тарифов на вывоз мусора Митингующие ведут себя Спокойно Но требуют Чтобы к ним Вышел кто-то из чиновников Да пусть митингуют В этот раз Я не буду их трогать Потому что Повышение тарифов на мусор Типа Они же Они мирно митингуют То есть Даже не придерешься Как говорится Да Да Пусть митингуют Ограбление Тиф Тифани Ли Подходила к торговому центру Когда к ней подбежал Парень в капюшоне И ухватил ее дорогую сумку Тифани вызвал полицию Нигде не могу найти охрану А он еще в здании Торопитесь Остин Силк И вермалион Уехали Раз он еще в здании То в принципе Это легкачайшая херня Поэтому Мэрия Простите Но это слишком Скажем так Глупо Такие митинги разгонять Что у нас там По митингу В смысле Преступники скрылись С митинга Нормальные ребята Вышли противостоять Какой это Небольшой протест Поэтому это на самом деле Херня полная Что у нас здесь Не то место Ограбление А Так это я уже закрыл Задельцы Я понял Преступник пытался выйти Из торгового центра Но охрана заблокировала дверь И он побежал искать Другой выход Так Крикнуть Держи вора Преступник выбегает Из Накоток Поскальзывается И падает на лед Из кармана у него Выпадает ножик Так Использовать перцовый баллончик Просто Легче Легче Просто Просто Прыснули парня в глаза Нормально Забрали Просто посреди торгового центра Украл сумку Конечно Даже не успел выйти Так Большое паничество Женщина постояла в парке Палатку И предлагает всем желающим Купить новую Крайне выгодную валюту Которая в ближайшие недели Подражает мне на 10 раз Злоумышленница Уже собрала огромную очередь И желающие Которые Я понял Значит Янси Плюс Чубака Уехали Забрали бабу Просто Ну это нормально Да То есть открыла палатку И говорит что Мои деньги будут Самыми важными деньгами Скажем так В ближайшем будущем Это ненормально Таких людей нужно Закрывать сразу в тюрьму Как говорится Без всяких Предисловий Кража У Фрэнка Конрой Вытянули бумажник Прямо на остановке Он быстро заметил пропажу Вместе со своими друзьями Поднял шум Воровстве Объединяют всех подряд Обстановка докаляется Дело может дойти до драки Флоренс И Бермалеон Для прокачки Уехали Так Ситуация оказалась Глад серьезнее Чем вы думали Запрашиваем подкрепление Нихрена себе Фальшива Манечица Шо ж там за бабки у нее такие Шо она оказалась Куда серьезнее Чем мы думали Ну сейчас будем разбираться Стере наверное было Нарочить спецназ присылать На палатку Фальшива Манечица Так что у нас здесь Приняли Отлично Офицеры невредимые Ну и хорошо Опа Попросить мафию Продать бабки Надо тоже потихонечку Ебать себе деньги Собирать Потому что слишком мало У нас бабла То есть уже 30 дней прошло Надо собрать нам В принципе за 3 месяца Собрать было Или за полгода Не помню То есть пока что не ясно У нас бабла мало Или много Хер его знает Здесь А здесь просто приняли Отлично Умницы Умницы Хорошо Там было слишком легкое дело На основке небольшая кража Так В больнице с Эджода В больницу пришел мужчина С огромной собакой Пес хоть и на поводке И в наморднике Нарочит и до всех бросается Собьи сестра Категорически против Такого посещения Согласен Янси просто уехал Разбираться Со всей этой херней Так Что у нас здесь Около сотни человек Собрались в парке С протестом против Строительства нового казино Неподалеку от кладбища Скорее подъехало Несколько пикапов С крепкими парнями Которые без разговоров Полезли драться С демонстрантами Чубака Остин Силк Спецназ Автозак Все уехали Просто все Сто человек Ребята Это серьезно Такие дела Нужно закрывать сразу Просто всей толпой Сейчас если что Есть на подкреп Флоренс Осана И Вермалион На всякий случай То есть вдруг Что-то будет серьезно Хотя в принципе Там спецназ Три человека Плюс автозак Должны справиться По идее Но мало ли что Драка в самом разгаре Похоже В ход уже пошло Холодное оружие Ни хрена себе Короче Керачим воздух Отлично Просто все обосрались Нормально Просто бахнули Пару патронов воздуха Ребята Все обосрались Отличненько И всех мы приняли Что у нас здесь Янси Принял Молодец Просто Янси Красавчик Слушайте Столько было дел Серьезно Мы это пока что Все закрываем Прям неплохо идет Что у нас здесь Парковка у мини-маркета Lifegood К молодому диджею Вышшему из магазина Представил странного вида Мужчина В черно-красной мантии Сначала он вывел У него из рук банку Энергетического напитка Приложив лучше Отпить Людской крови Ясно Какой-то наркоман Короче его нужно принимать Блейд Ё-моё Вампир Граф Дракула Сейчас там Мы ему зубы Ребята Оторвем Граф Дракуле Так Все прибыли на базу Отлично Ну что там Нет новых фотографий Ну как так Ну ребят Ну тут же Ну тут же Ну не знаю Ну ёлки-палки Ну здесь же что-то не хватает Прям вот Ну не знаю Вот прям Видно что что-то Ребят не хватает Вот здесь вот прям Вот не знаю Какой-то небольшой сценки Ну вот с этим С этим докторишкой Вот здесь вот как бы Вот Ну где фотографии Там работает уже куча людей Просто Семь детективов Не могут найти нужную фотографию Для меня Это какая-то просто Подстава с их стороны Кража Отчет Вот он Вот он Вот он Нужный кадр Ребят Вот Вот С вот этим вот Дедком доктором Видите Вот он там Смотрим Просто смотрим Есть контакт Просто Ну это было очевидно Это было очевидно Потому что Ну уже все фотки с ним совпали И тут Вот чего-то не хватало Просто закрыли Два дела Ребята за сутки Ну это просто не знаю Так Колин Маркус Живет в роскошном доме С бассейном А Конечно Конечно Главврач вонючий Живет в роскошном доме Колин Маркус Много времени проводит На работе Больница Сан-Жона Там мы сейчас И туда и туда Отправим людей сразу И сюда людей отправим И сюда людей отправим На всякий случай Да 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 Как говорится Если не там То там возьмем его Здесь поймали преступника Хорошо Молодцы Просто молодцы Так ждем Ждем Протодельца Ох Закрыли ребят Все эти висяки старые Наконец таки Потому что веселья не очень долго У нас Это детективы вонючие Ненавижу Они слишком сложные На самом деле Получается Так Ждем 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 Где Где же он будет Дома или же на работе На работе Или же дома Раз Два Три Ёлочка Гори Так Кража Отчет Смотрим Так На работе Его не было А Нет Как раз таки он был на работе Ну и нормально Ну и в принципе зашибись Дело закрыто Хорошо Блин Закрыли спустя наверное полгода Его на самом деле Это дельца То есть чувак уже успел себе Хату новую купить За это время Я думаю Вот пока что на этом закончим Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Всем удачи Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok